Всем привет! Мы опять в колледже и вместе с Артемом. Артем, поздоровайся с нашими. Привет! Будем продолжать. Сегодня мы вам покажем, как делаются лепестки лотка и как он подсоединяется с жёлобом. А в следующий раз мы покажем уже соединение лотка, соединение двух жёлобов возле яндовы и соединение уже всё в одно целое. Это будет уже в другой серии. Ну и потом мы, как и говорили, поставим здесь трубу. Вот, возможно, там будет двойная труба, но навряд ли, потому что я здесь показываю, Артём здесь повторяет аналогичную ситуацию. Поэтому, какие-то двойную трубу с задней разуклонкой мы, наверное, отдельно поставим уже и там запишем. Плюс, возможно, там будет сразу труба и сразу будет двойная подводка к жёлобу или к чему-либо ещё. Вот. Здесь будет всё на планку. Всё, поехали! Итак, ребята, то есть у нас уже готово перец жёлоба везде. Вот. И нам сейчас нужно сделать лоток вот сюда, полулотка. И потом уже в будущем, в последующем жёлоб соединить с этим полулотком. У нас, если так смотреть, поэтапно будет как? То есть мы делаем раз лоток с жёлоб, соединяем с ним. Вот. И потом второй. Вторую половинку лотка и второй жёлоб. Вот. Я сейчас здесь буду показывать. И Артём, в принципе, здесь вы его не видите, но он здесь сразу сбоку и будет повторять. Значит, с чего всё начинается? У меня вот здесь вот линия уже нарисована. Видно, не видно её? Я вам покажу. От карниза. От карниза на 90 градусов. У меня здесь уже линия нарисована. И рисуем её длинную. Ну, где-то с метра, наверное. Вот. Далее. Ребята, когда вы обучаетесь каких-то там, ну, скажем, в райцинке, там, в КМЕ, вот, либо где-то ещё, то микрофон-то включен, посмотрел на микрофон, вот, то там, прежде чем сделать узел, вот, вам показывают всё на бумаге. Сначала все узлы сложные, они делаются из бумаги. И потом уже переводятся на металл, потому что, как, допустим, медь или титонцинка, это материалы дорогие, и вы просто так, допустим, какой-то узел сделать, и потом, а, не получилось, не подходит, дать его выкинуть, но это вы выкидываете и деньги заказчика, как так делать, ну, неправильно. если у вас нет бумаги, вот такой, она, по-моему, по размерам, я езжу, порезал, где-то 80 на 60, вот, и, если нет бумаги, то, я думаю, на любом объекте, на любой крыше есть, ну, мембрана, да, которую вы там используете, возможно, под контрабрусом или на разделительный слой, вот, вы берете обычную мембрану, вместо бумаги используете. Хорошо, мы, в принципе, все время так и делаем, мы используем вместо бумаги мембрану, вот, ну, у нас здесь сейчас есть бумага и покажем на бумаге. Значит, что у нас есть? Бумага, карандаш, линейка, что у нас получается? от этой линии нам надо прибавить, если мы заворачиваем, здесь у нас будет малый фальц от стороны, то мы делаем там плюсом, ну, 4 сантиметра. Вот, если у нас тут большой фальц, то мы делаем плюс 6. Я сделаю с этой стороны на этот маленький желоб большой фальц, потому что мне будет здесь с руки, с правой, его формировать. поэтому мы да, ты можешь, да, ты можешь с той стороны нет, ты с той стороны делаешь малый. Плюс малый. Да, то есть плюс 4 ты делаешь. Вот. Я же делаю плюс 6 сантиметров с того края, где у нас будет фальц. прорисовали. Прорисовали. Далее. Далее нужны прищепки. Прищепочки. Сейчас, секунду. Что мы делаем? Мы ставим по этой линии бумагу. Здесь надо сделать вынос, чтобы мы потом зацепили за вот этот вот выпирающий край наш лоток. Поэтому мы делаем на 2 сантиметра вынос сюда. Сделали. Ну вот, можно зажать прищепочкой. Подтянуть. Если вы один, то это, конечно, не с подручной. Если два человека, то вы друг другу поможете. А прищепки это как третья рука. По сути. 4 сантиметра сделал, да? Что за линию рисуешь? Пока не надо еще этого. Не надо. Все по факту. 4. Все время надо поправлять. Сейчас немножко подождем. Чтобы Артем успел. прижали. Прижали. Так, у нас есть вот, получается, все мы приложили, у нас все попадает. и теперь мы повторяем лоток. То есть, мы просто загибаем в эту линию. Почему еще надо вы, наверное, не увидите, но вот этот лоток, видите, у меня край, надо сделать так, чтобы у вас потом металла хватило еще и сюда его завернуть. В данном случае мне хватает. Потом мы ставим здесь метрочку и ставим меточку продолжения продолжения вот этого вот желоба. Ставим метку там, где у нас будет сворачиваться конверт и идти желоб. Далее я вам еще не сказал, но чуть позже проговорю про этот момент. У тебя готово все, метку поставил, где у тебя будет перелом вот этот вот. вот, и у нас я сейчас сниму, чтобы показать. У нас желоб идет, здесь же у нас не прямая линия, у нас желоб идет на косую, правильно? Вот так вот. Ну, а супер где-то миллиметров 3-4 как бы продолжение желоба и нарисуем линию. Она у тебя есть, у тебя ее нету, правильно? Вот, надо сделать продолжение желоба и нарисовать линию. возвращаем нашу бумажку на место, вытяняем, смотрим на месте. Здесь все на месте и вот наша линия, которая пошла. Рисуем здесь метку. Берем линеечку и прорисовываем ее. Здесь неудобно, я потом нарисую. А кто нарисовал? хорош-хороший, будет. Все. Ее надо поставить здесь метку. Карандашом просто-просто карандашом поставь. Далее, что мы делаем? у нас есть вот эта линия. Нам надо сейчас свернуть ковшовый конверт. То есть мы его здесь заворачиваем. то есть держим здесь сюда и поднимаем наш конверт. Смотрим здесь чтобы здесь совпало. Вот можно снять пробить эту линию сразу загнуть ее более более четко вот эта вот линия которая у нас идет по желобу. То есть нас получается то есть можно показывать все вымерить в размерах естественно все размеры взять все вымереть угломером то есть и уже на металле это все сделать. Но я показываю для тех кто не так силен пальцевой кровли и чтобы не ошибиться и не ошибаться и не нервничать лишний раз возьмите бумагу сделайте узел сначала из бумаги и потом я покажу как она переводится на металл и намного проще все вам будет. ставим на место детальное место чтобы нам сформировать этот конверт до конца и правильно у нас согнуто все идет нормально и мы сгибаем этот конверт называется ковшовый ковшовый конверт мы его согнули мы увидим перегиб далее мы отмечаем загиб я буду показывать с этой стороны чтобы вам видно было у меня это вот я сейчас очерчиваю по краю этого изгиба я просто метки поставлю здесь я просто проведу по желобу как-то так и сейчас я дождусь пока Артем доделает и мы продолжим показывать как дальше формировать так когда у нас есть эта линия есть мы согнули нам же надо еще одну линию сделать эта линия она едет отсюда и вот до этого то есть угла вот эта линия то есть мы просто ставим оставили загнули и поставили меточку там где она у нас перегибается вот так вот поставили нарисовали вот вот что у нас получается все у тебя готово меточку поставили перегиб у тебя будет соединить ну это сними сними и все постоянно она будет Артему говорить чтобы не ошибился любая ошибка эта деталь выкидывается и все делается заново вот и это время это ваше время вот поэтому не торопитесь делайте все не спеша далее вот наша линия которая идет до перегиб отрисовываем его и прибавляем у нас отгиб здесь два с половиной мы возьмем плюс пять сантиметров плюс пять чтобы завернуть вот сюда за этот сказать за эту половинку далее у нас в принципе все уже по этой схеме готово вот мы сейчас лишнее все отсюда срежем лишнее у нас по сути на данный момент так вот все остальное доработаем по месту вот отсюда плюс пять возьмем ножницы и отрежем лишнее если у вас крыша скажем так практически все одинаково да везде подходы градусы к лоткам они все одинаковые то есть вы можете сделать один шаблон на всю крышу вот и то есть у вас времени намного меньше будет уходить вот чем каждый лоток потом либо из бумаги делать либо размерять то есть это все время ваше время рабочие когда вы зарабатываете деньги и сейчас мы будем это все переводить на металл можно конечно здесь еще обрезать лишнее но это уже чтобы вам было проще осознавать что происходит я решил что я делаю лишнее уберу на металле итак мы отрезали кусок железа нам для нашего лотка кусок железа нужен был 62 это штрип 62 на 45 конечно все это происходит на столе но чтобы мне камеру туда-сюда не ворочать я поправлю чтобы она показывала все все показывать чуть-чуть подниму подальше вот вот так наш кусок металла наш шаблон прикладывайте его ровно по линии берете карандаш и отмечаете то есть мы видим вот эту линию отмечаем сверху включаем снизу это можно было нарисовать уже перерисовать все конечно взять размеры все с бумаги перерисовать но нам так проще вот эта линия гиба ставим метку карандашом ставим метку карандашом вот эту вот линию отмечаем треса вот эту вот линию линию перегиба линии отрезать у нас будет шаблона вот и линию вот этого перегиба ставим вот потом нам нужно найти эту точку мы берем что-то подобное только не острая чтобы поставить метку мы сюда немножечко ударим камера поехала поправим все главное быть и так чтобы вы дырку не сделали поправить вроде все видно и теперь я по этим меткам которые я сделал я рисую то есть я вижу вот эту точку нашу раз я перерисовываю все на металле два три с этой точке метку ставил четыре четыре потом конечно же надо все будет проверить заодно проверяю все все правильно дальше сюда линию и линию отреза все теперь мы отрезаем так же как о нашем шаблоне вот кусочек вот вот наш шаблон вот наш кусочек единственное здесь сверху где-то полтора сантиметра лишнего но это мы подрежем уже по месту все сейчас мы будем загибать эти линии значит вот наш подготовленный лоток на металле у нас все линии нарисованы вот формировать лоток можно разными способами чтобы эти линии согнуть вот вам нужны тем подай пожалуйста еще длинные клещи вам нужен либо вот такой инструмент он с помощью своих колесиков если видно можно прокатать по линии всем сделать изломы вот довольно далеко берет можно весь лоток сделать этим инструментом вот также гибы все можно сделать раупэком этим инструментом вот также все гибы можно сделать этими большими большими хапами вот ну и если у вас всего этого нету то что-то наподобие лопатки острый острого молотка вы по этим линиям пробиваете естественно с тем инструментом который вы будете работать и влияет качество вашего изделия естественно я буду делать это на станке тапок вот мне о нем удобнее будет вот вот для вас все видно то есть у нас получается линия биссектрисы линия залома за желоб линии где у нас будет фальц и линия уха до лотка начинаем начинаем потихонечку все эти линии прогибать биссектрисы у нас гнется всегда вовнутрь ставим чем тапок хорошо от вот такого станка да вот я покажу вот чем он хорош тем что видно тем что здесь можно сделать вот так вот там такого не сделаешь не выпустишь лопух дальше поэтому мы биссектрису подогнули чуть-чуть сначала просто мы понемножечку надламываем дай пожалуйста карандаш а мне надо в эту линию перевести вот сюда чтобы я ее видел здесь я вижу излом вот он теперь нам надо сделать это излом то есть он у нас гнется получается туда поэтому мы должны немножечко нагломить его в ту сторону чуть-чуть просто дальноглом сильно будет делать появится хлопуны вот дальше пригибаем линию либо лопуха либо фальца то всей линии мы немножко нагибаем мы будем так нагибать пока у нас полностью не сформируется лоток подогнули и не надо перетянуть в сторону чтобы здесь подогнуть то есть изначально не сильно подгибая у нас получается и мы потихоньку каждый раз добавляем гибы сильнее 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 линию фальца мы будем формировать естественно на по месту более точно вот мало ли у нас как лоток сдвинется на миллиметр и нам надо будет чуть-чуть перегнуть вот поэтому продолжаем 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 гнуть раз раз бифектриса раз 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 тих PU раз раз а вот вот с в итоге что мы получаем здесь вручную немножко догнём опа извиняюсь этим его сгибаем выводим место остальное мы уже сформируем на месте на лотке пойдемте туда так и вот поставили лоток моего прищепкой и в край купили саморез зафиксировали теперь нам нужно загнуть за ухо лотка и за передний желоба металл обвернуть вот здесь такой момент здесь получается чтобы сделать завернуть искусство вырисовывается конвертик до нас прямая и мы будем заворачивать есть бус нос ворочек конвертик вот но в любом случае когда же было завернуть там любом случае выйдет из подрезать будет чтобы дальше завернуть в любом случае на через чтобы обвернуть нам здесь на лотке делать не страдился с моей точки зрения в этом месте делала когда у вас карниз находится когда у вас на обрешетке лежит разделительный слой виде мембраны скажем вот такой допустим да а вот то вы то есть мы иногда пренебрегаем мы прорезаем здесь сейчас я прорежу с этой стороны лотка я сделаю конверт и вы можете просто сравнить для сравнения и все значит мы берем ножницы прорезаем с прорезом я скажу просто что с точки зрения эстетики получается красивее на мой взгляд а вот то есть мы и мы по получается по ушку поэтому которая загиб мы начинаем загибать потихонечку все делаем чтобы не было хлопунов и замятостей на на металле вот здесь вот если мы слишком быстро начнем загибать то у нас тут появится клубы так называемый нежелательные перегибы для опять же с точки зрения эстетики вот то есть на качество не влияет но если вы хотите аккуратно на как бы на фотографию то делайте это не спеша завернули на 90 градусов далее чтобы завернуть нам потом за лапу нам здесь мешает немножко металла который надо немножко срезать подрезать до у нас получается здесь будет три сантиметра три сантиметра рисуем три сантиметра вместо перегиба берем ножницы и подрезаем этот краешек чуть-чуть буквально для до линии перегиба остальное весь металл продолжает идти дальше тоже просто намечаем потому что мы здесь потом еще возможно развернем место чтобы сделать все красиво но чуть 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 совсем подогнем просто зададим линию гиба так вот еще немножечко подрезать все и теперь то же самое делаем здесь для верности прорисуем этот момент берем чуть на пол сантима выше костыля который идет вот здесь и получается можно даже прорисовать момент чтобы видно было тоже загибаем слишком много здесь металла чуть-чуть уберем это подразднее 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 об получается этот гиб подтянули и смотрим на нижней полке этой линии пересечении с этой линии с перегибом то есть у меня в этом месте перегиб то есть угол вот к этой линии мы прибавляем это пол сантим чека добавили и лишние отрезали желательно у меня есть маленькие хабики чуть-чуть подняли чтобы можно было завернуть и уже вот по этой линии еще называют его ус да это место сейчас секундочку это место подвернем фальш фальш конверт получается отгибаем до конца же получается красиво аккуратно вот и с точки зрения скажем так герметичность качество можно просто сюда под низ полиуретановый герметик или псов заложить от подсоса и он будет герметичен даже если отсюда какая-нибудь капля попадет она попадет на карниз на мембрану вот и стекет с карнизом это как так что я лично я за это особо не переживаю дальше что мы делаем опять же отрисовываем на ухе 3 сантиметра это нас линия подгиба плюс 2 сантиметра два с половиной может быть вот так мы рисуем линию перегиба и рисуем линию отреза у линии отреза отрезаем и тоже немножечко подгибаем это место чуть-чуть совсем намечаем все ас все до конца мы загнем тогда когда у нас уже приклепает сюда желоб вот в таком состоянии примерно пока все оставляем и сейчас мы будем вымерять сюда кусочек этого самого желоба